Давайте немного усложним нашу цепь. Пусть здесь снова будет батарейка, но в этот раз другого цвета, ради разнообразия. Тут положительный контакт, тут отрицательный. Здесь будет идеальный проводник, а здесь резистор. И вот здесь еще один. Вот он. Ну и давайте добавим третий резистор. Мы помним, общепринято считается, что ток течет от положительного контакта к отрицательному. И мы помним, что ток — это заряд, протекающий за единицу времени, или скорость заряда. Но мы знаем, что, разумеется, в реальности электроны отсюда, из-за напряжения на контактах батареи, притягиваются к положительному контакту. И чем выше напряжение, тем сильнее они к нему притягиваются. Итак, что же происходит в этой цепи? Давайте я сначала все обозначу. Это будет R1, это R2. Третий резистор обозначим R3. Самое важное, что вы должны понять, это то, что между элементами напряжение всегда постоянно. Почему так? Мы предполагаем, что это идеальный проводник. Например, вот этот участок. Это идеальный проводник. Давайте зайдем с другой стороны, где находятся все электроны. Это идеальный проводник, поэтому ничто не мешает электронам просто распределиться по проводу. Просто распределиться по нашему проводу. До первого элемента цепи, резистора, конденсатора, чего угодно. Этот идеальный провод с точки зрения схематики можно рассматривать как продолжение отрицательного контакта. Точно так же эту часть провода можно рассматривать как продолжение положительного контакта. И на самом деле нет смысла измерять напряжение на этом участке. Предположим, мы измерим напряжение на этих контактах с помощью вольтметра. Потом я обязательно сделаю видео о том, как работают вольтметры. Но сейчас важно запомнить, что когда мы измеряем напряжение, нужно это делать на участке цепи. Потому что напряжение — это разность потенциалов, не какое-то абсолютное значение. Это насколько сильно электроны притягиваются отсюда сюда. Поэтому если мы измерим напряжение на этом участке, оно будет таким же, как и напряжение на этом. В теории, как мы знаем, проводов без сопротивления не существует. У всех проводов есть небольшое сопротивление. Но когда мы рисуем схему, мы предполагаем, что эти провода идеальны проводники. И сопротивление существует только в резисторах. Самое важное, что вы должны понять, на всем участке, например, вот на этом, напряжение будет постоянным. На всем протяжении этого участка напряжение тоже постоянное. Это первое. Давайте я сотру некоторые элементы, чтобы не загромождать наш экран. Так вот. Всегда важно помнить об этом постоянстве напряжения, потому что дальше, при решении намного более сложных задач, вам это пригодится. Давайте все сотру. Уберем наш вольтметр. Надо дорисовать участок провода. Потому что, будь там разрыв, ток не смог бы течь. Так мы обычно рисуем выключатели. А позже покажу вам. Ну, если кратко, выключатель — это и есть разрыв цепи. Он рисуется как разрыв, который можно открывать и закрывать. Если открыть, ток проходить не будет, и если закрыть, то будет. Теперь вы знаете, что напряжение между элементами постоянно. Хочу, чтобы вы понимали, что сила тока во всей цепи постоянна, и что это применимо к любой последовательной цепи. Последовательная цепь — это когда элементы цепи подключены один за другим. Если мы будем следовать общепринятым правилам, то у нас ток потечет в эту сторону. Сначала попадет в этот резистор, затем в следующий, и потом в резистор за ним. Цепь не разветвляется, и току не приходится выбирать, куда ему течь. Эта цепь полностью последовательна, и есть несколько способов показать, что сила тока… Пусть здесь будет сила тока И1. Давайте обозначим ее. И1. Так. Здесь у нас будет И2. Здесь И3. Я мог отметить еще один момент. Так вот, существует несколько способов показать, что И1 равняется И2 и И3. Первый — экспериментально измерить силу тока, используя амперметр. И вы увидите, что все силы одинаковы, но можно и по-другому. Давайте взглянем на электроны. Они текут в этом направлении и так быстро, как только могут. Со скоростью света или близкой к ней, ведь у них очень маленькая масса, правда? Когда-нибудь мы с вами обсудим теорию относительности. Это тоже важная тема. Но когда электроны доберутся до резистора, они начнут сталкиваться с его частицами и, соответственно, замедляться. Этот резистор ограничивает поток электронов, поэтому, как бы быстро они не текли здесь, тут им придется замедлиться. И если они замедлятся здесь, придется притормозить на всем участке. Потому что если бы они продолжали двигаться со своей сверхвысокой скоростью, тогда здесь электроны стали бы скапливаться. А мы знаем, что они должны быть равномерно распределены по цепи. Точно так же, если они покинут этот резистор на определенной скорости, и потом замедлятся еще сильнее на этих резисторах, то тогда они опять начнут скапливаться. Поэтому скорость электронов постоянно во всей цепи. Можно представить резисторы как некий вероятностный механизм. Понятно, что на макроуровне резистор просто элемент с каким-то сопротивлением. Он просто замедляет электроны. Но чем дольше действует в цепи резистор, тем выше вероятность, что электрон столкнется с чем-нибудь, замедлившись и воздав немного тепла. Поэтому, когда резисторы подключены последовательно, вероятность, что электроны с чем-нибудь столкнутся, только увеличивается. Давайте предположим, что у нас есть электрон, которому безумно повезло, и он смог проскочить этот резистор. Но в следующем с чем-то столкнулся. Больше резисторов — больше вероятность, что электроны с чем-то столкнутся. Есть масса способов представить, как работают резисторы, и если у вас есть какой-то способ, который вам помогает, обязательно дайте мне знать. Итак, сила тока во всей цепи постоянно. Что из этого можно вывести? Предположим, что сила тока здесь — i1. Хорошо, если так. Чему же тогда будет равно напряжение на этом участке? Чтобы его узнать, я измеряю его вольтметром. Мы знаем, что v1 равно i1 умножить на r1. Здесь у меня случайно получилось i, там должна быть единица. i1 на r1. Точно так же, если измерить напряжение на этом участке, оно будет равно i2 умножить на r2. Пусть здесь будет i3. Если измерить напряжение на этом участке… Итак, одну секундочку. Если нам необходимо измерить напряжение на этом участке, оно будет равно i3 умножить на r3. Мы видим, что напряжение на всей цепи, который я запишу как vt, будет равняться падением потенциала. Или общему падению потенциала на каждом элементе цепи. Чтобы это было проще понять, давайте вернемся к электронам. Электроны тут притягиваются сюда. Но после того, как они столкнулись с частицами и попали сюда, их потенциал упал. Поэтому электроны уже слабее притягиваются сюда. И попав сюда, может быть, будут притягиваться еще меньше. А попав сюда, еще меньше. Поэтому напряжение падает на каждом элементе. Отсюда общее напряжение равняется падению напряжения на всех элементах. Вернемся к общепринятым стандартам и предположим, что ток течет в этом направлении. Общее падение напряжения равняется v1 плюс v2 плюс v3, или, если преобразовать, i1 на r1 плюс i2 на r2 плюс i3 на r3. Что такое общее падение напряжения? Общее падение равняется силе тока во всей системе. и t, или просто i, умноженное на общее сопротивление, равняется i1 на r1 плюс i2 на r2 плюс i3 на r3. Мы знаем, что все i одинаковы. Надеюсь, вы понимаете, что сила тока одинакова на всей цепи. И раз все i одинаковы, их можно вычеркнуть, разделить обе стороны уравнения на i. Предположим, что i не равно 0, и тогда общее сопротивление равно r1 плюс r2 плюс r3. Поэтому, когда резисторы подключены последовательно, общее сопротивление равняется сумме всех сопротивлений. Получилось очень долгое объяснение простой вещи. Давайте я приведу пример. Предположим, что это напряжение, скажем, 20 вольт. 20 вольт. Предположим, что резистор 1 оказывает сопротивление в 2 Ома, резистор 2 в 3 Ома, и третий резистор оказывает сопротивление в 5 Ом. Чему тогда равно общее сопротивление? Общее сопротивление равно 2 плюс 3 плюс 5 Ом. То есть оно равно 10 Ом. Чему тогда равна сила тока в этой цепи? Общее сопротивление 10 Ом. Мы помним закон Ома. Напряжение равно силе тока, умноженной на сопротивление. Напряжение равно 20 вольтам. 20 равно силе тока, умноженной на 10 Ом на сумму резисторов. Разделим обе стороны на 10. Получится, что сила тока равна 2 амперам или 2 кулонам в секунду, если преобразовать. И вот, как оказалось, то, что я так долго и сложно объяснял, на самом деле очень легко применить. Когда резисторы последовательны, нужно просто их сложить. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова